Итак, всем привет, с вами НП, продолжаем играть за Германскую Империю в Кайзер Редакс И в прошлой серии мы наконец-таки уже, под самый конец, отправляем добровольцев Отвоевали мы вот здесь вот, надо будет, наверное, нам по решению там что-то, да, решить, что делать Холмы? Что? А, надо было, наверное, вот этого, судебу тоже решить, ну ладно Так, мы создадим, конечно же, лояльное центральное американское государство, отлично Дальше, я тут немножко слотом тоже побаловался, у нас наши линейные крейсеры и наши авианосцы поедут на рефит И мы их улучшим, вот такие сделаем, авианосцы второго левела, как бы такие вот первого левела И тут тоже все поулучшаем, то есть, ну в целом, ничего такого, но будем заниматься Я думаю, к этому моменту мы переключим еще вот эти вещи на вот это, чтобы переважались они побыстрее Дальше, я нашел, где у нас этот самый план происходит Вот здесь вот, я так понимаю, у нас потихоньку этот модификатор меняется Вот, этот парень у нас им занимается Ну что ж, в этой серии, думаю, мы будем добровольцами максимум делаться наконец-то Вроде как мы в конфликты никакие не должны входить Единственное, Франция в теории может уже вызывать нас в конфликт Но я надеюсь, что она пока будет заниматься чем-то еще Я пока бы не хотел воевать и, ну, надеюсь, они тоже не сильно хотят Поехали! О, еще одна военная миссия, смотрите-ка Да, почему бы нет, я не против им помочь Итак, под рифлеянием был готов Теперь мы можем пойти, ага, особо никуда, надо сюда То есть, ну, блин, здесь сделан вид, как будто что-то опциональное Но на самом деле здесь буквально ты идешь вот так, вот так, вот так, вот так, вот так И там куда-то еще дальше Смешно, ну ладно, так и быть Рейхспон, кстати говоря, пока еще не прогрессирует Вот, вот, он спрогрессирует, посмотрим, что изменится Так, а они хотят присоединиться к Рейхспаку Да, позовем их И, судя по всему, вот эти ребята, которые тоже хотели нашей помощи Обломаются немножко, потому что Мы будем защищать наши, вот здесь вот, владения нефти Однозначно А, подождите-ка Оказывается Что? Так они же согласились Я, может, что-то не понимаю А, окей, они типа не вошли в экономический Да Но вошли в политический Ладно, допустим Самое главное, что я смогу защитить их суверенитет Так, Геринге Там развалилась Господи, что здесь происходит Какая-то жесть А, нет, не развалилась Короче, в Африке Все развалилось Да Наша металь Африка Немножко не получилась Ну Такое бывает Иногда В любом случае Сейчас Главное защитить здесь нашу нефть И наши территории И вообще У нас такой получается Очень длинный фронт С одной стороны нам нужно больше войск Чтобы его держать С другой стороны Мы сможем намного эффективнее в Россию наступать Ну да Весь немецкий административный состав Угнул в одной части Да Да Все независимо Неприятно Но что поделать С одной стороны Мне хочется Блин, добровольцем Повоевать С другой стороны Здесь, ребят Хочу поддержать Давайте пока Повоим добровольцем И там чуть попозже Возможно Начнем Оба Все Все пали Но есть еще Намибия Который остается верный Ну конечно мы им поможем Где они Только такой вопрос У нас вот это есть Не наши на самом деле Так Кто это и где это Давайте попробуем найти Вот таким вот образом Да вот Поиск по центру Почему-то работает Вот они Да Ну да Давайте попробую Помочь Робана Неожиданный запрос Ага Смотрите-ка Они захотели Объединить Партии Вот эти две Я так понимаю Да Совершенно неожиданно Для нас И ну-ка Получаем мы Нового Внешнего Политика И слушайте Мне он меньше нравится Мы опять Скажем Нет Слушайте Не получили Нет Вот сюда получили Ладно У прошлого я Теперь Теперь я не знаю Кто был в прошлом Ну допустим Ладно По крайней мере Он не дает еще 5 НП Потому что Ну блин 5 НП То что нам дал Вот этот парень Я очень раздосадован Но Раз уж мы его захотели В него пойти То надо идти до конца В него Так Респлан прогрессировал И дал нам еще 10 НП Вы еще шутите? Это Что Блядь Германия Через Ноль фабрик Что это за Шутки такие Я надеюсь Под конец То хоть что-то Будет полезное Это пока что Я вижу Что мы только теряем Теряем Фабрики Теряем Все Типа Мы получаем Политку Но это Во-первых Так мало 0,12 За 10 ТНП Во-вторых Но это Бесполезно По сравнению С любым другим Бафом Которые Могли Вместо Этого Дать Это Это Как-то Ну Очень Спешно И грустно Выглядит Пока что О Вот 5 ТНП Чуть Можно подожать Венесуэлу Отправим Но все равно Господи Ну Серьезно Мы вместо этого Могли сидеть на 15 Сейчас спокойно А если бы Каких-нибудь Еще других Людей То И вообще На Там 10 5 Может быть Я очень Раздосадован И на фоне этого Знаете что Мы не доделали Вот эти фокусы Давайте-ка сюда И пойдем Сейчас Потому что Ну Это очень сильно Вообще Да Мы здесь Вместо этого Получили 10 ТНП Минус Как-то Да Да Очень грустно Давайте Кстати говоря Довеследуем авиацию Доделаем Хорошие самолетики Мы уже можем Перейти сейчас На самолет Чуть получше Так что Будем сейчас К ним И двигаться К лучшим самолетам Итак Рейскатлер И банкет Мы опять Прогрессировали О Ладно Так Так Все Он себя Немножко Так сказать Извинил От Плюс 10 Он перешел К минус 5 Это уже Его в ноль Приводит Давайте выйдем сюда Во-первых Для жесткого производства На самом деле Должен был идти Сначала сюда А потом в Рейхсплан А во-вторых Ради Пяти ТНП Опять-таки Так Стрицы заставили Белый мир подписать Да там или что От чехи Я получила Независимость Ужас Больше поставок Опять-таки Это 50 политки За 500 Винтовок И тысячу людей Да Выглядит вообще Нормально для нас Как-то Говорит Там и там Нету военно-заводов Что Так сказать Наводит вопросы А чем они вообще Там воюют Возьми В Грузии Сталин пришел класть И лишил нас Неплохих запасов Нашей нефти Это очень неприятно Хотя бы мы имеем Еще вот эту Республику Надо бы им Как-то помочь Они уже и так Справляются неплохо Было бы неплохо Если бы они еще С этими ребятами Потом зарамсили За мою нефть Но Видимо Уже на такое Не можем рассчитывать Да Ладно У нас все еще есть Где покупать нефть Вообще Я бы знаете Что сказал Нам вот эти учения В принципе Уже и не нужны А вот эти все Могут возвращаться Вот сюда Корабли И мы Давайте будем Забирать запас Потому что нам реально Так нефти много Уже и не надо Так смотрите-ка Пинайте хочет Чертежи флота Получить Да давайте Без проблем Я как бы Не против Правда Я не думаю Что они смогут Нормально Построить Но Это уже Не наш Проблема Не наш вопрос Хотят флот Пускай делают Приска прочит Еще и рабочих Мы конечно же Не против Помочь Я так понимаю Это даст И надеюсь Да Военный завод У них появился Супер Они Будут делать Оружие Сами Шифрование Точнее Можем еще Прогащать Тоже Всякий случай Ну криптология Не шифрование И мы на самом деле Прям очень готовы К войне Уже Плюс-минус У нас еще нету танков И не так много Авиации Хотя ну Строим мы уже Неплохо так Но плюс-минус Мы уже почти готовы И там Османская империя Судя по всему Считается Да Что она проиграла Потому что она дала Территорию Нефти Северного Кавказа Что Только что Произошло Что только что Произошло Как Как это появилось Наш Кавказ Вроде выигрывал Мы только что Потеряли в один момент Все нефть Которую мы получали Надо Значит Придумывать Откуда и получается Венесуэла Видимо Вот эти фокусы Надо сделать Наверное Посмотрим Так Классный фокус Который ничего Нам не Не Сняет Советский канал Понимаю Это Подать его Или нет Нет Мы не будем Давать ничего И Египет Нам за это Объявил войну Это конечно Они интересно Придумали Жаль что Вряд ли получится Надо было конечно Наверное сюда войска Перетянуть Ну ладно Мы отправляем войска Для высадки сюда Вопрос такой Сможет ли наш флот Сюда пройти Да Это Испания Нам Покойно Надо спройти Супер А смотрите К легкие крейсеры Да Можем продать Вторые корабли Почему бы нет Так и мы Наконец-таки Выходим К нашему Вот этому Прекрасному Бафу Он нам Производство Забустит Просто космически И япония Объявляет Войну Цин Пошла там Заруба Видимо Но мы Сейчас Все Перебрасываем Войска Вот сюда И флот Мы уже Да Перебросили Сюда Полностью Давай сделаем Вот так Пожалуй Не-не Вот тут Вы стойте И едут Они При этом Приказы Куда-то Непонятное Место Абсолютно Для меня Ладно Пускай Доедут Все Подготовят Крыстку Наберут Организацию И на этом Собственно Говоря Будем Начинать И тут Отсотка Коммун Но против нас Обосновывает Цель Войны Не Очень Приятные Новости Все Зачитывая То Что у меня Не готовы Собственно Говоря Фронты Ни на Запад Ни на Востоке Особо Но сейчас Будем Что-то Придумывать Дивизи Поехали Не очень Уверен Насколько У нас Там Все Получится Но Должно Теория И я Думаю Тактикалы Мы Давайте Отправим Вот сюда И Истребителями Тоже Стараемся Помочь Насколько Возможно Слушайте Ну В целом Вот здесь Типа Не очень Но У них Атаки Очень мало Так что Авиация Работает И мы Сейчас Заберем Здесь Провинцию Я думаю Мы сможем Забрать Спокойно Здесь Все Да Александрию Мы взяли Вступили в бой С вражеским Флотом Удачи Вражескому Флоту Спаси Сохрани Его Как говорится У нас Здесь Все Для Морских Боев Готово Так что Сейчас Пора Только Увеличивать Наш Плаздарм Расширять И После Этого Будем Уже Захватывать Все Они Посмели Насосновить А не Поплатиться Ну В принципе Без Каких Либо Проблем Мы Сюда Заходим Чувствуем Себя Здесь Как Дома Можно Еще Дополнительную Авиацию Сюда Перебросить Тактически И так Оттуда Достают Капнем Один Египет Капнут Сразу Все Супер И Получили Мой Баф Прекрасный Экономический Бум Строим Терри Под 11 Тнп Супер Самое Главное Производство Сейчас Тоже Происходит Бум В Производстве Я бы Так Сказал И У нас Новые Самолетики Давайте Их И заполним Ну Ничего Особенного Что Наверное Такое Надо Сделать По Ощущениям Хотя Наверное Что-то Вот Такое Скорее Будет Нашим Новым Самолетом И Пока Мы Импортируем Нефть Попробуем Выйти Вот Сюда В комиссию По Закупкам Нефти Из Венесуэллы Смотрим Как Получится Не Получится Надеюсь Получится А потом Будем Пытаться Дойти До Фокусов Всех Которые Политические Нашего Канцлера В принципе У нас На это Еще Время Есть Смотрите Экономическая Политика Казарейха О Можно Себе Еще Чем-то Помочь Слушайте А в Сумзол Инвестор В Колонии Если Здесь Больше Фабрики Стабильности Непонятно Нет Но мы Это Значено Строем Конечно В Себе Еще Параллельно Началась Война Египта С Суданом Ну Нам Это Не Сильно Интересно Нам Главное Пересечь Эту Реку И Потом Там Еще Немножко Продвинуться В наступлении А вот И Не пришлось Дальше Двигаться Взяли Мы Каир И Все И Мы Просто Аннексируем Все Эти Страны Так Вот Просто Вот Что Случается Когда Нам Кто Противостоит А тем Временем Грузия Спотела Армению И Стало Такой Прям Большой О Смотрите К Это Стрингель Война Ну Тогда Это Война Конечно Ж Просто Они Сразу Нападут Или Нет Ну К Давайте Посмотрим У них Есть Фокус Загружить Германию Которые В октябре Смогут Нажать В счете То Что Они Пока Что Его Не Нажимают Возможно Они Еще Что Небудь Сделают Я Был Бо Не Против Потому Что Нам Еще Надо Несколько Танков Отстроить Авиации Отстроить И Я Обыч На самом Деле Штурмовиков Все Тоже Без Даже Воздушной Атаки Но 31 Авиаштурмов В атаке Это Конечно Безумно Много Поэтому Пускай Строятся И Я думаю Заводиков 20 Мы на них Накинем И Да Французы Реально Нам просто Взяли Ими Войну Просто Вот так Но Главное Что Надо Сейчас Делать Это Флот Успешно Вывести Аккуратно Сюда И Наши дивизии Дивизии Поедут Через Австрию Я взял у них Проход Так что Нормально Здесь Я не вижу Никаких Опасностей Для нас Мы Сейчас Авиацию Перебрасываем Снимет Некоторое Время Но С авиацией Точно Все будет Отлично Мир в огне Опять Так Уничтожьте Конечно Все ли вы Организации Так И Поддержка Без проблем Если кто хочет Пускай поддерживают Мы Доводим Авиацию И будем Сейчас Все разворачивать Нам Просто Тону Добров Отправляют Но Я всем Разрешу Конечно Ж А Насчет Призывов Войну Наверное Пока Что Подождем Пускай Вся Авиация Пребудет Еще Построю Побольше То В общем То Можно Подождать Кстати Говоря Нам Надо Кораблям Запретить Точнее Конвоям Вот так Вот Наверное Вот так Сделать Чтобы Все Через Безопасные Пути Шло О Даня Хочет Купить Вступить В Рекс Пак Конечно Мы Их Принимаем Ну Здесь Создание Всяких Стран Конечно Египет Создаем Вариан Нитку Хиджаз Создаем Дистан И вообще Можно Питать Туркам Кстати Что Под Рукам Такой Вопрос У нас Возможность Есть Договориться С Турками То Независимо Либо Независимо Не стоит Вальянсе С нами В мире И Нет Пак Нет Падения С Русским Старостом Ага Так Нет Мы Не сможем Так Сделать Так Что Да С Венесуэл Будем Договориться О Нефти Так Ну Нет Мы Выделим Курдов Я думаю В таком Случае Будем Продолжать Здесь С Окупациями Разбираться И Вот Инданда Тоже Решает Что Начать Делать Пускай На Море Станет Чуть Чуть Проще А Пока Я Вообще Готов Плавивать На Море Но Я Не Хочу Пока У меня Недоперевооружат Вот Эти Все Корабли Так Что Некоторое Время Еще Надо Подождать Плюс Я Еще Жду Пока У меня Доделаются Морские Бомбардировки На Корабли Тоже Они Нам Нужны И Я Разворачиваю Поломасштабный О Крысово Поход Супер Политка Нам Кстати Говоря Очень Кстати На Самом Это Деле Это Правда Так Штурмовики Можно Было Покачинуть Но Это Тоже Вообще Неплохо Но Это Все Попозже Очень Очень Сейчас Мы Будем С ними Жестко Бороться На Море Кремер С их Конвоями И Вроде Как Успешно Это Раз Два На Воздухе У нас Сейчас Начинается Битва Мы Разменяемся В плюс Но Конечно Нам Пока Что Не Хватает Производства Истребителей На Плюс Мы Что-то Пытаемся Вымомить Какие-то Припасы Это Все Так Очень Очень Не сильно Активно Мы Это Делаем А вот И Россия Тоже Начала Воевать С нами Время Все Дивизии Задеплоить И Всем Пытаться Как-то Это Все Укрепить Так А Вот Эти Дивизии Которые У нас Плывут Миллион Лет Как Укрепляют Эту Территорию Кстати Говоря Беларусь Как-то Здесь Была Потеряна Но Я Даже Не Очень Понял Как Тем Не Менее Сейчас Эти Дивизии Пускай Крепят Да Марш На Запад Мы В осаде Но Мы Выставим Да Я думаю Очень Выставим Выставим Точнее Главное Укрепить Сейчас Все Здесь Границы Так У меня Там Еще Что-то Ага Тут Армия Собственно Говоря И Пойдет Я думаю Против Румы Воевать Нужно Сначала Решить Все Эти Проблем Плюс Еще У нас Вот Эти Тоже Могут Наступать Парни Окей В целом В целом Вроде Нас Положение Более Менее Стабильное Судьбу Давайте Так Египетский Султанат Под Нашей Так Сказь Юрисдикции Установился Пускай Дальше Там делают Что Хотят Но Знают Чей Суец Итак На Востоке Фронт Плюс Минус Установился Вот Здесь Не Все Так Хорошо Можем На самом Деле Попробовать Здесь Наступить Кстати Говоря У нас Топ Не Все Так Хорошо Флот Настратит Миллион Топ Оказывается А У нас Бои Какие Происходят Окей Любопытно Тем Не Скоро Я Сделаю Комиссию По Закупкам Санит Чуть Попроще По Нефти Но Пока Что Вот Мы Встретились С Российским Флотом И Ну Да Мы Его Побеждаем Здесь Там 8 Линкоров Но По сравнению С нашими Линкорами Конечно Их Просто Ну Буквально Нет Попробуем Сразу После Этого Еще Здесь Их И Найти Второй Раз Да Успели И Добить А вот Смотрите Какой Флот Но Мы Кстати Говоря Его Игнорируем Почему Там Мой Флот Чуть Починимся Там Что-то Может Задамажено Да Есть Немножко Но Самое Главное Нам надо Дождаться Пока Это Все Восстановится У нас Потому что Четыре Здесь Авианосца Есть И На них Есть В принципе Авиация И Они Очень Много Нам Должны Сделать Бою На Востоке Просто Реально Мясорубка Происходит Мы Пробиваемся Здесь На Востоке Здесь Мы Авиации Очень Сильный Возможно Еще И Качество Отвратительное У нас Потому что Самолет На самом Деле Очень Хороший Хоть И Конечно Несомненно Дорогие Ну и Потихоньку Мы Кстати Говорят Заполняем Остальные Запасы Которые У нас В минусе Еще Были Достаточно Уверенно Заполняем Несмотря На Вот эти Постоянные Бои Мы Этот Минус Уменьшаем Очень Важно Нам Румунию Пробить Ну и Подавиация Как говорится Будем Стоять Ожидать Пока Во первых Я тут Возвожу Радар Кстати Говоря Уже Его Возвел Отлично А вторых Пока У меня Полоявится Больше Авиация И Пока Сделал Достаточно Танков Чтобы Потом Сделать Танковые Дивизии Думаю На этом Серию Подзавершить Началась Уже Наша Вторая Мировая На западе Мы Стоим На востоке Пушим В принципе Все Примерно Похоже Мы еще Вот здесь Кораблики Перевооружили И Авенос Сейчас Будут Перевооружены Эти Кораблики Смотрите При таких Статах Классных Еще И 40 Узлов Почти Выдают Так что Они Очень Очень Жесткие Осталось Только С нефтевопросики Тут Порешать Скоро Будет Это Все Готово И Мы Прям Супер Боевые Что На этом Как я сказал Серия Закончили С вами Привет Был Подписывайтесь